И вот в этой связи для Беларуси очень важная история Василя Быкова. Василь Быков, который, так сказать, советский, увешанный всеми орденами, лауреат и так далее, и так далее. Так может не он переобулся, а партия ему сказала переобуться. А после он стал националистом, подписал письмо раздавите гадину, сказал, что москали это враги народа, фактически повторил судьбу своей повести Сотников. А вот я смотрю, как, вот читая вот эту историю про ваш сценарий с Габриловичем, так может это не они стали предателями, а им партия и правительство сказали, а теперь надо так. И они взяли и все переобулись. И как от этого застраховаться? Знаете, у нас, к сожалению, тоже есть такие примеры. Очень похожая эволюция произошла, я считаю, с блестящим писателем, фронтовиком Виктором Астафьевым, к сожалению. С чем это? С Астафьевым мне просто рассказывали эту историю, что ему, к нему приехали, ему сказали, что если ты будешь поддерживать Ельцина, тебе обеспечена Нобелевская премия. Такая же история с Быковым абсолютно. Ну вот видите, это все на одних и тех же коврижах. В результате люди потеряли лицо, так сказать, изменили дело в своей жизни, к сожалению. Хотя это не умаляет имя, написано еще раз, я хочу сказать. Вот тут надо, конечно, понимать, что на ошибку, так сказать, в конце концов, ошибку может совершить любой, даже очень крупный писатель. В конце концов, Толстой тоже, так сказать, был пацифистом и призывал, значит, к помилованию цареубийц и так далее. Это все бывает с крупными художниками. Но, да, естественно, вы абсолютно правы. Ведь дело в том, что партия, как любая правящая партия, она неоднородна. В ней всегда есть какие-то фракции, течения, и в ней, к сожалению, всегда есть те силы, которые Лев Гумилев называл антисистемой, которые готовят ее уничтожение изнутри. Это какой-то закон таких вот крупных политических сил, крупных человеческих объединений, в которых обязательно рано или поздно формируется группа, которая на самом деле враг вот этого всего образования. То есть они были враги коммунистической партии, коммунистической идеи, и боролись они с ней путем захвата руководящих постов. Это не ими придумано, это все, так сказать, и было задолго до них. И они повторили, Яковлев был один из таких людей. И когда он увидел, что мы с Евгением Иосифовичем Габриловичем, классиком отечественного кинематографа, художественными средствами проинтуичили, я даже не могу сказать, что мы вычислили, мы не математики, мы художники, а художественно проинтуичили, нас повел за собой художественный образ. Кстати говоря, эту героиню Мельникову, сценарий назывался «Неуправляемая», должна была играть Ирина Муравьева, между прочим. И мы проинтуичили, зачем они это все затеяли, ради чего? Ради, так сказать, развала. И он это сразу почувствовал, и нас прихлопнули как мух. Это, кстати, был первый серьезный запрет, когда в разгар перестройки запретили по политическим соображениям фильм, а его уже запустили в объединение Наумова, во втором объединении, но я ладно, я был тогда еще начинающий писатель. Брехлович был герой социалистического труда, он был живая легенда отечественного кинематографа, и он был настолько потрясен вот этим запретом, он мне сказал доверительно, говорит, Юра, говорит, «Последний раз я себя чувствовал букашкой, когда меня в 2018 году по доносу взяли в ЧК по обвинению то ли в анархизме, то ли в эсэрстве, я уж не помню, он мне рассказывал, и я был на грани расстрела. Вот я, говорит, себя, сейчас, в 87-м году, вот чувствую, как тогда, в 17-м или в 18-м, в ЧК, но, слава богу, там разобрались и сохранили для нас замечательного сценариста. Вот, и действительно, вот эти люди, которые встали на путь антипатриотизма и путь, так сказать, борьбы с единым государством, я думаю, они приняли вот сторону вот этой, так сказать, антисистемной части партии». Это, кстати, бывает, между прочим, когда, скажем, спрашивают, говорят, а вот как так получилось, что, скажем, Булгаков, который был весьма скептически настроен по отношению к советской власти, он умер своей смертью. И даже Сталин всячески там пытался сохранить на сцене его, «Дни Турбиных», снятие которых, кстати говоря, требовали украинские писатели, обвиняя Булгаков в том, что он клевещет на, вот, так сказать, украинское национальное движение. Тогда же коренизация шла, она и везде шла, но на Украине особенно. Вот, кстати, этой коренизации мы обязаны тому, что сейчас там говорится. Так вот, и, значит, а с другой стороны, рядом был, например, абсолютно просоветски настроенный Мейрхольд, которому исполнилось сейчас 150 лет. Он же был абсолютно такой, весь советский, весь такой, значит, устремленный, вот, в новые, так сказать, дали. А Булгакова не тронули, а Мейрхольда расстреляли. К чему вопросу? А потому что тогда карали не за творчество, тогда карали за политическую борьбу. Так вот, Булгаков в политической борьбе против своей страны не участвовал, а Мейрхольд, судя по всему, участвовал. И таким образом вот его печальная, случилась с ним такая печальная история. Вот, поэтому здесь всегда надо понимать, это заблуждение художника или это уже действие человека, вставшего на путь борьбы с собственной страной. Мне кажется, очень важная мысль про антисептизм.